Иосиф Фиссарионович Сталин после своего прихода сделал хитрый ход, который поднял страну на новый уровень. Благодаря его переговорам с западными политиками, ему удалось под разными предлогами выдурить современные технологии того времени. В 1930 году Сталин договаривается с Западом о строительстве современных заводов на территории Советского Союза. Самые известные предприятия того времени – ГАЗ, АЗЛК, Днепрогэс, Магнитка, Уралмаш, Челябинский тракторный завод и сотни других – были построены американскими и европейскими специалистами. Волгоградский тракторный завод, который считается одним из первых и самых почетных заводов индустриализации, был вообще привезен в Советский Союз из Америки. О нем чуть подробнее. Был такой знаменитый американский архитектор Альберт Ках. Он много всего построил в США, от отелей и университетов до заводов и электростанций. Одна только его компания, называющаяся Альберт Ках, спроектировала для Советского Союза 571 предприятие. Среди них был и вышеупомянутый Волгоградский тракторный завод, который привезли из Америки по частям на 100 судах. Его собирали, запускали и обслуживали на первых порах 370 американских специалистов. Помогали им советские рабочие, которые, помогая, учились и набирались опыта. Примечательно, что все они были заключенные ГУЛАГа. Проект был выполнен в кратчайшие сроки примерно за полгода, с учетом всех пожеланий советской стороны. Завод должен был быть двойного назначения, гражданского трактора и военного танки. Для американцев это была проблема, у себя они так не строили. В итоге здание этого предприятия успешно просуществовало вплоть до 2015 года, а иностранную технику почти столетней давности перевезли на другие заводы. Когда заводы все были построены, Иосиф Виссарионович Сталин приказал выгнать всех иностранных специалистов и старое обещание, которое он давал, что не будет вести самостоятельные политики, забрал обратно. Для Советского Союза это был сильный прорыв. Больше никому из советских руководителей не удалось провести такой трюк. Единственным руководителем, который смог потом построить завод, стал Леонид Брежнев. Он, как большой любитель авто, смог договориться с итальянцами о строительстве автомобильного завода в Тольятти. Контракт был подписан благодаря огромной сумме, которую заплатил Советский Союз и перевел всю сумму еще до начала строительства, так как итальянская сторона боялась, что их кинут на деньги.